Всем привет, с вами Клео Платипус и это выпуск вопрос-ответ. Боже, вы такие наркоманы, я вас люблю, просто вы такие вопросы странные задаете, и прикольные, и в общем няшные, и так далее. Давайте уже приступим. Первый вопрос задает Эльмира Биксултанова. Твоя радио смотрит твои видео? Да, особенно папа, это просто, блин, какой-то фанат самый, наверное, такой активный. Вот серьезно. Полина Наумова спрашивает, привет, Равина, часто ли ты покупаешь вещи для ЛД? Какой твой самый любимый магазин про канцелярию? Собираешься ли ты заказать блокнот у Дарьи Быбиной? Всегда-то какой, кто это, блин? Я вообще хз, так что, сори, если чё. Блин, эта фраза уже во всех видео есть, 100%, сори, если чё. Я покупаю вещи для ЛД не так часто, то есть я раз в месяц покупаю, потому что мне очень много присылают, да, я больше не переписываюсь с письмами, сори. Потом объясню в каком-нибудь видеоразговорном, сейчас не буду. Вот, поэтому у меня все есть, спасибо вам огромное за это. Да. Следующий вопрос задает Диана Митрофанова. Как называть свое первое видео? Мое первое видео, это именно которое сейчас на канале, да, потому что я снимала много еще видео. Да нет, немного, наверное, это и есть самое первое. Ну, кроме, как стать русалкой. Мое домашнее животное, запрос. Там про лайки, она там совсем щеночек еще, в общем, да. Следующий вопрос задает Маруся Кер. Надеюсь, я правильно прочитала, но если прям дословно, как по-немецки, да, то Маруся Акир. Хвостик или распущенные волосы? Распущенные волосы, но у меня хвостики тоже, кстати, так идут, но я как бы что-то никак не могу перейти на них. Пользуешься косметикой? Да, для видео. В школу максимум румяна, помада и все, больше ничего. Аншлика Люрека спрашивает, кто вдохновил тебя снимать видео или как это все началось? Я как-то очень увлекалась H2O, у меня даже есть кулоны за H2O, ну и сериал, типа они там русалки, все такое. И как-то на ютубе нашла сериал, прям вот Катрин Хом его снимала, сейчас, к сожалению, она его не снимает. В общем, там про жизнь русалок, все такое. Они снимали про жизнь, типа русалки. Мне захотелось просто снимать про жизнь, то есть чисто вот свою. И, в общем, все такое. Я смотрела ее очень давно, да, долгое время. И я очень благодарна ей, так что спасибо. Следующий вопрос задает Катя Тишина, если бы тебе сказали, что ты можешь сделать все, что захочешь, но только за один день. Что бы ты сделала? Я думаю, такие вещи не стоит публиковывать в интернете. Александра Королева спрашивает, веришь ли ты в паранормальное явление? Сколько часов можешь гулять на улице? Верю. Как ни странно, но я действительно верю. Могу гулять летом просто хоть весь день, но у меня нет друзей, сорян, так что, блин, с кем? Зимой вообще я не могу гулять, потому что у нас зима, это просто жесть. Вообще жесть. Ксюша Илюхина спрашивает, самый страшный фильм, по твоему мнению? Звонок. Не надо говорить, что это фильм от 100, не страшный. Сколько я фильмов не пересмотрела, по рейтингу самые страшные, типа. Даже друзья советовали? Всегда Звонок был для меня самым страшным, поэтому я не знаю, ну, вот я не знаю, с чем это связано, просто жуткий он очень. Поэтому Звонок, самый страшный фильм, по моему мнению. Катя Сусликова спрашивает, Трой или Каспер, Мишутка или Лаки? Каспер. Лаки. Я знаю, Миша, это просто все, это рай, но рай. Но Лаки я люблю. Кто-то орет за окном, ну ладно, пока. Полина Голикова спрашивает, ты любишь аниме, когда ты последний раз видел с Катей? Утканус или собак? У вас были с Катей серьезные ссоры, с кем в классе больше всего общаешься? Я не увлекаюсь аниме. С Катей виделась в последний раз на осенних каникулах. Утканус или собак? Если кого я больше люблю, то одинаково, я не могу, честно. Это серьезно, не могу. У вас были серьезные ссоры? Да, были, но я знала на 100% то, что мы все равно померимся. И я надеюсь, что мы с Катей будем очень долго дружить, просто до смерти. И в классе я ни с кем не общаюсь больше, то есть со всеми наравне. Ангелина Чернова спрашивает, ты никогда не задумалась с ним видеть в телефоне? Нет, у меня, знаете, одна игра, которая на телефоне, это Minecraft PE. И какое нафиг видео в телефоне? Арина Дудникова спрашивает, как ты относишься к своему переезду в другую квартиру? Передай привет, если не сложно. Привет, Арина. Я отношусь классно, да. Новая квартира, мне кажется, это радость для каждого человека. Прикольная чё. И я буду жить близко со школы, я могу спать утрем на полчаса, где-то может быть дольше. Вот это просто жесть. Блин, меня, наверное, убьют. Учителя, если они посмотрят это видео, скажут, блин, ты и так во второй смене учишься? Я знаю. Но нет, я не могу. Я спать обожаю. Ну, короче, я перееду примерно в конце апреля. Будет видео на эту тему, типа, всем привет, я переезжаю. И пока. Ну, ладно, на этом всё. Надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайки. Обязательно вступайте в мою официальную группу, ссылочка будет внизу. Там будет каждую неделю, два раза в неделю проводиться мини-конкурс. То есть, ну, даже не конкурс, чисто как. Вы пишите в комментариях свой логин от скайпа, и мы, и мы названиваем вам в течение часа. И ждите звонка, потому что последний раз мы позвонили практически каждому. Потому что мне потом стало плохо немного. И в таком момент точно каждому позвонили. В общем, да, обязательно вступайте. Всем пока. С вами была Клеоплатипус. Love. Блин, я забыла то, что я просто Клеоплатипус щит. Ну, ладно, пока, короче. Субтитры сделал DimaTorzok